Всем привет! Мастерская словно-компания, я Вячеслав приветствую вас. Сегодня у нас третий день распродажи отпуск. Иван там отдыхает, пускай. Все распродать. Без добавочной стоимости, фактически. Но не в этом дело. Сначала хочу уточнить несколько вопросов. Так что уж потерпите. Ну, во-первых, я сегодня вот собираю посылки. Вчера вот меня не было, после обеда. Собираю вчерашние заказы, посылки. И пишут в WhatsApp. А я не отвечаю. И я подумал, вот если бы я был на их месте, вот видят, что человек в WhatsApp. То есть видно же, что я в сети. И при этом не отвечаю. Я подумал бы, например, скорее всего, ну меня игнорируют. Видят, что сообщение пришло. И не отвечают. И нахрен они нужны все. Найду я кому деньги дать, если они не хотят взять. Объясняю. Если я сижу в WhatsApp, я могу с кем-то общаться. Уже обычно часто общаюсь даже с тремя-четырьмя сразу по очереди. Даже иногда я извиняюсь, имена путаю. Потому что общаюсь с такими людьми и автоматически пишешь имя не то. Ну или как сегодня, я оформлял по ссылке. То есть я в WhatsApp сижу и по вашему сообщению, там по адресу заполняю накладную. Ну, в ноутбуке. Вот. То есть я сижу в WhatsApp, но я просто занят. Я другим делом занят. Так что, если что, имейте это в виду. Далее. Далее есть вопросы по... Ну, например, не хватило. Заказал человек. Спросил нож. А его уже приобрели. И спрашивают, такой же нож сделать на заказ по той же цене. Нет. По той же цене, которую я здесь говорю, мы на заказ не работаем. Просто одно дело распродажа тех ножей, которые есть. Да, блин, Санек, потом отвечу. Но не отвечаю, значит не отвечаю. Это по работе. Вот. Сбил меня. Саш, зайду через полчаса. Некогда сейчас. Давай потом, я сейчас ролик снимаю. Некогда. Так. Блин, вот объясняешь человеку, что зайду. Ну, значит занят. Но я не знаю, как еще. Сбил. Извиняюсь. Ну, работа такая. Мне, например, нельзя, не надо объяснять. Если мне звонит, что я зайду. Или там, ну, я понимаю, что человек занят. Я все откладываю. А здесь, вот, не знаю, как это объяснить. Вот. Дальше. Ну, короче, мы не делаем ножи по этим ценам на заказ. По этим ценам только вот эти ножи, которые я сейчас показываю. Все. И таких цен, ну, скорее всего, вообще больше не будет. И третий. Вот, Андрей, то, что касается вашего вопроса. То, что вы, как я понял, имели в виду, что у вас нож забронирован, и его пересчитать по распродажной скидке. Во-первых, таких ножей, которые у вас забронированы, ну, в распродаже нет. Во-вторых, представляете, если сейчас мне все забронированные ранее ножи, заказанные ранее ножи, даже оплаченные уже, ну, не отправленные ножи, начнут просить, чтобы я пересчитал. Мне еще деньги придется возвращать. Блин, я точно раззорю мастерскую буквально за эту неделю. Так что, поймите, в этой распродаже участвуют ножи только те, которые я показываю в данный момент, в этом ролике. Все. Другие ножи не участвуют. Заказные не участвуют. Забронированные не участвуют. Пока, вот, только те, которые сейчас. Это, чтобы лишних вопросов не было, поэтому говорю, давайте, поехали. Вчера, вот, на такой нож было очень-очень много заказов. Там, правда, по длине, по-моему, клинок был. Ну, вот, сейчас еще такой нож появился в наличии. И я, заметьте, не отправляю. Ну, вот, вчера не было, сегодня появился. Я не отправляю, потому что, как я могу выбрать людей, там, ну, человек 10, например, прислали. И из 10 человек я как могу выбрать, ну, я не знаю, я, по-моему, буду неправ, если я кому-то одному предложу, а все 9, типа, по бороде пущу. Так что, извините, я не предлагаю то, что вот появилось в наличии. Я показываю в ролике. Поэтому, вот, это тоже Х-12М, только полированный в зеркало. И там длина клинка, наверное, побольше была. Здесь длина клинка 121 мм. Толщина клинка 3,7 мм. Стабилизированная карельская береза, наверное, из-за яркости рукояти. Итак, цена та же, 6500 рублей, как и у вчерашнего ножа. Так, по 8900 они у нас, эти ножи. Далее, у нас вот такие вот два ножа, тоже этих же моделей. Ну, то есть, я их 3 покажу. Размеры я сказал. И вот все 3 показываю. Все 3 ярких, красивых Х-12МФ. Вогнутые линзы с долом 120-120, там, 1 мм длина рукояти, и клинков, рукояти 125 мм, стабилизированная карельская береза. Такие вот, 3 по 6500 рублей. Далее, два ножа модель S1. Это шлифовка клин с фальш-лезвием. Давайте я один покажу. Клин с фальш-лезвием. И стабилизированный ясень дерева. Тоже по 6500 рублей. Далее, один у нас есть, тоже Х-12МФ там был. Один Х-12МФ. Стабилизированная карельская береза. Вот темляк, вот, отверстие. Темляки, как я сказал, закончились. Так что, прошу прощения, это без темляков. Модит угнутые линзы с долом. Они у нас по 9900 по прайсу, эти ножи. 7500 стоимость этого ножа. Далее, у нас сейчас Core-X пойдет в сталь. Core-X я еще не показывал. Два ножа модель S7. Итак, длина клинков у них будет 144 миллиметра. Длина клинков 144 миллиметра. Вогнутая линза с обухом. Давайте клинок получше покажу. Колированное зеркало. И стабилизированный ясень дерева. Так, они на сайте по 11500 у нас. По распродаже 9000 рублей. Далее, там пчаки, спрашивали, будут пчаки или нет. Вот два пчака есть. Из стали Core-X. Средний. Этот, по-моему, 165 миллиметров у нас. Ну да, 162 миллиметра средний. И 132 миллиметра малый. Малый 2 миллиметра толщина. Средний 2,5 миллиметра. Это янтарь, стабилизированный сувель березы. И стабилизированная корейская береза. Оба они на сайте по 13500 рублей. По распродаже по 10 тысяч рублей. Оба пчака. Так же, вот, два финских ножа. 120 миллиметров длинна клинка, насколько я помню. Ну да, 118 миллиметров длинна клинка. И толщина 3,5 миллиметра. Логнутая линза с долом. Стабилизированное карельское березо дерево. Они на сайте также по 13500 рублей. По распродаже 10 тысяч рублей. Ровно. Все округлим. Вот два таких ножа. И далее у нас модель S11. Так же клин. Клин с фальшлезвием. Так вот это смотрится. И стабилизированный орех дерева. Длина клинков у них 139 миллиметра. Толщина 3,6 миллиметра. Стоимость их на сайте 12500 рублей. И по 9500. По 9500 по распродаже. Далее у нас один вот такой коралловый. И здесь уже стабилизированный ясень. Размеры те же. Цена также 9500 рублей. И еще два у нас таких же вот ножа. Стабилизированный ясень. Сталь Core X. 61,62 единицы твердости. Ну вот такие вот ножи у нас были сегодня. Ну есть сегодня по распродаже. Кстати, кто уже приобрел. И кому я оформил, отправил посылки. Вы напишите, как это. Оперативно или не оперативно. Мне вообще понравилось, как я оперативно. Я Ивана заставлю так работать, когда приедет. Чтобы вы не ждали, там, по месяцу ножны. Будем показывать, когда все ножи... Когда, если нож полностью готов к отправлению. Мне понравилось, действительно. То есть приходит заказ. Входят деньги. Приходит сразу адрес. Я сразу беру, оформляю все быстро. Без задержки. И без путаницы. Всем здоровья. Всем отличного настроения. Мирного неба над головой. До новых встреч. Продолжение следует.